На вопросы предпринимателей малого и среднего бизнеса Олег Николаев ответит и в прямом эфире. Он начнется завтра в 16 часов. Посмотреть его можно на нашем телеканале и в группе ВКонтакте «Чувашия без паники». Там же сейчас собирают и обрабатывают вопросы. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 17 крупных торговых комплексов Чебоксара и Новочебоксарска. Собственники крупных торговых предприятий несут потери в связи с вынужденным простоем. Это прекрасно понимают в правительстве республики. Но меры это вынужденные. Пошли на нее ради сохранения здоровья граждан. Торговые центры являются самой неконтролируемой зоной, где мы не можем обеспечить безопасность граждан. И это в том числе нас заставляет предпринимать превентивные меры по недопущению концентрации, вот такой неконтролируемой концентрации людей в разных местах. Прошу с пониманием отнестись к тем решениям. В ближайшее время, к сожалению, мы не можем пойти на то, чтобы торговые центры возобновили свою деятельность. Торговая недвижимость не попадает в перечень пострадавших отраслей для оказания первоочередной адресной поддержки в связи с пандемией. Мы готовим сейчас отраслевые предложения для правительства комиссии по поддержке экономики Российской Федерации. Мы эти предложения сформулируем, в том числе по крупным торговым центрам. И со своей стороны в комиссию направим. Если решение будет принято, то все вот эти формы поддержки, в том числе, могут быть распространены и на ваши организации. Это и беспроцентные кредиты, это срочка по уплату, но это все уже было сказано. Мы эту работу в ближайшие дни проведем. Соответствующие изменения планируются и в системе налогообложения. Если предприятие войдет в особый перечень, то срок уплаты налогов для него изменится. По сроку первого квартала вы уплатите только 30 октября. По сроку за второй квартал вы уплатите только 30 декабря. Если собственники получат денежные меры поддержки, то правительство рассчитывает, что они, в свою очередь, подумают о помощи тем, кто арендует площади в их торговых центрах.